Здравствуйте, дорогие друзья! Это раздел «Медицина». Меня зовут Кравцев Сергей, я врач-реабилитолог, и сегодня мы будем лечить спину. Спину мы будем лечить в домашних условиях, весьма необычно. Делать мы это будем посимптомно, так как мы не знаем ваш предположительный диагноз. Поэтому будем ориентироваться на ваши симптомы и, так скажем, купировать их. Данное лечение является симптоматическим, так что после того, как вы достигнете стадии ремиссии, у вас появится свободное время и деньги, я бы рекомендовал вам обратиться к лечащему специалисту и заранее сделать для этого МРТ, так как именно по нему врач будет ставить ваш точный диагноз. В дальнейшем, конечно, лучше будет пройти курс лечебной физкультуры, мануальной терапии и так далее, для того, чтобы вести профилактику таких рецидивов, ну и, в общем, устранять эти симптомы на корню. Итак, дорогие друзья, разберем же симптомы, которые будут сопровождать наши три синдрома на сегодня. Итак, смотрите, три синдрома и куча симптомов к ним. Значит, смотрите, все-таки из самых простых анализов, которые вы можете провести, будет анализ крови. Я бы рекомендовал вам сдать общий анализ. В нем, ну, как правило, будет повышена соя и лейкоциты. Это такой ответ нашего организма на воспалительный процесс. Вторым моментом это может быть некоторое увеличение локальной температуры. То есть вы просите поставить, допустим, вам на поясницу жену ладошки, и она ладошками смотрит. Чувствует прям, что, допустим, правая сторона чуть сильнее нагрета, чем левая. Ну и, соответственно, значит, с правой стороны, там, где у нас, скорее всего, и локализуются боли, они, соответственно, вот это будет характеризовать именно о ярком воспалительном синдроме у нас. Для подобных болей очень характерно именно ночное время. То есть когда идет воспалительный процесс, и мы ложимся спать, или мы можем просыпаться от этих болей. В общем-то, такой даже немножечко замкнутый круг, когда боли обостряют наш сон, и это все дело у нас усугубляется. Еще в некоторых случаях занижен кальций. Опять же, в анализе этой крови отдельно нужно сдавать. Но, опять же, я бы, наверное, сказал, что это характерно для случаев уже, ну, так скажем, более сложных заболеваний. Как правило, пациенты уже все наблюдаются, знают, что у них, и это бывает редко. Но в целом, если вы пойдете сдавать кровь, и у вас будет такая возможность, кальций лучше все-таки сдать и посмотреть. Какие противопоказания, что не нужно в первую очередь делать при воспалительном синдроме? Смотрите, в первую очередь не нужно делать какую-либо физиотерапию, ну, там, кроме электрофореза. Потом, соответственно, лучше не делать, ну, например, массаж, ну, мануальную терапию. Кстати, такое бывает. Я встречал, есть, в общем, попадают сейчас товарищи, различные лекари, кто без всякого МРТ делает очень жесткую мануальную терапию, вплоть до того, что там какие-то удары кулаком людям совершали. Ну, и, в общем, такого делать вообще нельзя. Нельзя никого бить кулаками прямо по спине. Особенно, ну, в общем, вот ходить к таким немедицинским, далеко, специалистам, шаманам каким-либо. Вот, особенно, когда у вас воспалительный процесс, все это может закончиться очень печально. В бане тоже нельзя ходить ни в коем случае. Нельзя заниматься стретчингом и силовой нагрузкой. В общем, вам нужно соблюдать постельный режим покоя, пока у вас не пройдет воспалительный процесс. Запомните, это очень важно, и об этом мы будем говорить и в других видео, что мы себе даем покой и пьем противовоспалительные препараты. В некоторых очень сильных случаях, когда очень-очень плохо, вы можете использовать кортикостероиды. Ну, инъекцию дипроспама в ягодицу, глубоко в мышцу. Но, опять же, оговорюсь, что это очень-очень редко. И нестероидные противовоспалительные. Любые нестероидные противовоспалительные кортикостероиды используются только в том случае, если у вас нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, особенно язвы. А если это дело есть, вы срочно бежите к врачу и уже с врачом решаете, советуетесь индивидуально, в зависимости от заболевания ЖКТ, подбираете вам ваш препарат. В общем-то, для лечения вашей спины исследуйтесь глобально, и в таком случае с лечением точно заниматься не стоит. А мы переходим к суставному синдрому. Для суставного синдрома характерны боли в движениях. Часто очень пациенты жалуются, что их как будто заклинило. То есть человек шел-шел-шел, а раз у него коленочку заклинило, или раз поясницу заклинило. Ну, для нас, конечно, больше интересно поясница, спина, да, чаще, или шея бывает. Я, допустим, буду сидеть-сидеть как-то, раз, хочу разогнуть шею, а у меня она не разгибается. То есть я испытываю чувство боли, дискомфорта. То есть все это будет характеризовать о том, что, допустим, у меня вот именно болят суставы. Ну, в данном случае, там, допустим, шейного отдела позвоночника. Что еще очень часто можно увидеть на шее, на верхушке трапеции? Это, конечно же, венозную сеточку. То есть, соответственно, видим венозную сеточку. Это может характеризовать то, что как минимум остеохондроз у вас начался. Вся вот она проходит прямо рядом с остистыми отростками позвоночника. Иногда можно видеть у людей разных, кстати, возрастов бывает, разных, соответственно, степени выраженности. Вот. Но все это будет свидетельствовать о поражении суставов. Естественно, боли при движениях туда входят. И, соответственно, постоянные боли. То есть, боли постоянного, ноющего такого характера. В покое, при движении. То есть, если есть воспалительный синдром, конечно, все это больше будет обостряться. Может накладываться воспалительный синдром на суставной синдром. Тогда боли будут приобретать, ну, более яркий характер. И будут сложнее оккупироваться. Но, тем не менее, тем не менее, суставной синдром главным образом отличается от воспалительного. Что боли идут постоянного характера и происходит заклинивание суставов. Если у вас просто воспаление, ну, допустим, воспаление нервного корешка, то какого-то фактора заклинивания не будет. Где-то могут появиться, наоборот, и радирующие, и простреливающие боли. Такие, знаете, допустим, в руку или ногу, как в случае шиаза, например. Вот. То есть, этим будет характерен воспалительный синдром. Не путайте их. То есть, в первом случае у нас может идти воспаление. Воспаление, допустим, нервного корешка, да. Или, к примеру, ну, какая-то целая часть мышечной группы воспалилась, вас продула, да. Или распространилась немного на мышцы воспаление. А во втором случае, когда идут суставной синдром, то есть, воспаление будет локально находиться внутри сустава. И, соответственно, в каком-то смысле, ну, да, даже блокировать его, можно и так сказать, блокировать его работу. Ну, и лечением суставного синдрома будет прием, как всегда, нестероидных противовоспалительных, местно или перорально. Ну, лучше и местно, и перорально. Вот. И если у нас воспалительный сам синдром отсутствует, только суставной, то мы можем, соответственно, использовать массаж. Конечно, лучше начинать с щадящего массажа. И потихонечку использовать физиотерапию. Ну, например, можно использовать самое банальное, тот же электрофорез. Ну, противопоказанием при суставном синдроме у нас будет в первую очередь это отказ от физической нагрузки. Вы можете очень сильно обострить ваше заболевание, очень сильно себе навредить, если будете делать силовые какие-либо тренировки. Если вы можете заниматься тем же стрейчингом, даже ЛФК я бы вам не рекомендовал заниматься. Следующий синдром у нас мышечно-тонический. Первым признаком будет цирекалия. Это такая, ну, тяжесть. Тяжесть в шее, чувство дискомфорта. Может сопровождаться головными болями это все дело. То есть, вы, соответственно, болит шея. Шея у нас уходит куда? Уходит шея в голову. И, соответственно, если этот мышечно-тонический синдром у нас проявляется в шейном отделе, то наступают такие вот головные боли. Могут сопровождаться тем, что, соответственно, при движении вы можете чувствовать небольшие, такие как прострелы. Бывают вот иногда такие вот специфические признаки. Может быть легкая отечность и образование уплотнений в ткани по типу таких, ну, не шариков, больше похоже на резиновый такой шланг, то есть гипертонизированную такую мышцу. Может сопровождаться хрустами движения в шее. Часто бывает такое, что люди сами стараются хрустеть, провоцировать эти хрусты, чего делать бы я не рекомендовал. Может сопровождаться болями между лопатками. Соответственно, опять же, прострелами в область у нас получается рук. Ну, ног может быть, но крайне редко. Максимум я встречал в грушевидную мышцу отдают, да, если у нас проблемы с подвздошным отделом. Классика между лопатками боль и данный вид боли, то есть мы будем говорить о том, что триггеры вот эти у человека образуются. Возможно, вы даже слышали, что, соответственно, бывают такие триггеры. Это вот как раз то, о чем мы говорим, да, на как на резиновый шланг похожий, или там как на шарики перекатываются, по-разному описывают. Суть в том, что в мышце образуется вот такое вот специфическое уплотнение. И, соответственно, ну, что нам нужно сделать? Нам нужно в первую очередь убрать этот триггер. Соответственно, мы можем использовать для этого физиотерапию. Я бы вообще рекомендовал все же начинать с физиотерапии, потому что если есть легенький воспалительный синдром, мы его должны загасить, я бы даже попил ибупрофен, ну, хотя бы по полграмика в течение трех-четырех дней. Потом бы уже начал после вот этой физиотерапии пропитывая ибупрофена применять, ну, допустим, массаж или миофасциальный релиз. То есть, соответственно, если вы дома одни и вам не к кому обратиться за массажем, отлично помогает мануальная терапия и иглоукалывание в данном случае. Ну, конечно же, в совокупности со всеми этими мероприятиями физические нагрузки противопоказаны. То есть, я бы воздержался. Ну, то есть, сильные физические нагрузки, ну, типа пойти качаться, делать становую тягу, как-то очень агрессивно себя растягивать, но возможно делать ЛФК. То есть, видите, как все отличается от воспалительного синдрома, суставного синдрома. То есть, здесь, если вот у вас есть образование триггерных зон, спастическое напряжение, то есть, вот этот мышечно-тонический синдром, он этим и характерен, что очень просто снять его дома. Дорогие друзья, ну, а с вами был Крафцев Сергей, Medical Fitness. Я думаю, что очень скоро мы будем обсуждать, как лечить грыжу. Задавайте ваши вопросы в комментариях, друзья, что непонятно. Я буду рассказывать вам о лечении. Спасибо за внимание. Да пребудет с вами здоровье.